В Петербурге сейчас воссоздают храм Рождества Христова на песках. Его построили в 18 веке по проекту архитектора Петра Егорова, который родился в Чувашии. В 30-е годы прошлого века храм, как и многие другие, взорвали. Пока по сохранившимся документам строители возводят здание заново, режиссера с северной столицы Анна Драницына снимает фильм про нашего выдающегося земляка. Часть картины снимали в нашей республике. 1787 год. В Петербурге заканчивается строительство храма Рождества Христова на песках по проекту Петра Егорова. Он же спроектировал мраморный дворец на Неве и множество других знаменитых зданий. Принимал участие в создании ограда летнего сада. А еще он наш земляк. Правда, напоминает об этом лишь скромный бюст в сквере у Чуваш-граждан проекта в Чебоксарах, на который, как показал опрос, горожане особого внимания не обращают. Прослов застали. Не помните. Какой бюст, да? Нет. Архитектора. Не помните, чем знаменитый? Да. Он учился в Санкт-Петербургском университете на оградостроительстве. Да. Кто это? Архитектор. Архитектор кто? Он же деятель. Который что? Да. Рассказать, кто такой Петр Егоров, должен фильм. Сейчас его снимает творческая группа режиссера Анны Драницыной. Картина будет художественно-документальной. В Ядринском районе команда снимала биографический эпизод. Голод в Поволжье. По Ядринскому уезду проезжает состоятельный князь Додиани и замечает голодного мальчика. Мальчик, умирающий, да, из умирающей деревни, оказался на дороге. И именно в этот час, в эту там секунду, да, так сошли звезды, что проезжал князь Додиани, который еще его подобрал и взял в Петербург. Дал ему шикарное образование, вырастил. Представляете, сколько должно было вообще сечение обстоятельств произойти. И он стал известным архитектором. В 30-е годы прошлого века храм Рождества Христова на песках взорвали. Долгое время на том месте был пустырь. А сейчас по сохранившимся планам и фотографиям его воссоздают. Работу планируют закончить в начале следующего года. 4 января будет освящен храм целиком, а 7-го – первая рождественская литургия. Премьера фильма о Петре Егорове тоже намечена на следующий год. Ну а пока депутаты Государственного совета предложили ряд идей, чтобы о знаменитом земляке помнили на родине. Сегодня у нас на встрече с творческой съемочной группой прозвучали такие предложения, как отремонтировать сквер имени Петра Егорова, назвать, возможно, одну из новых улиц в городе Чебоксары. Еще одно предложение посвятить 2021 год в Чувашии, архитектуре и знаменитом Зодчим. Ольга Пырочкина, Валерий Резюков, Республика.